В парадной Главного управления внутренних дел края сотрудников встречают гвоздики. Это память об Игоре Муценнике. Этой ночью, когда Красноярск уже спал, он возвращался с дежурства в Каспийск в Дагестане. В составе бронеколонны сводного отряда полиции края 11 человек на Уазе и Урале. Неподалеку от поселка Новый Хушет, рядом с базой, автомобили были подорваны двумя самодельными взрывными устройствами. Игорь находился в кабине грузовика. Всего две недели оставалось до окончания командировки. И все бы вернулись в Красноярск домой. К сожалению, он так и не увидел своего единственного ребенка, который родился три недели назад. Родители проживают в Уяре. В настоящее время два офицера полиции вылетели в Дагестан для сопровождения и доставки тела в Красноярск. Для Игоря Муценника это была уже четвертая командировка на Кавказ. Им ушел 36-й год. Старший лейтенант имел награды за боевое содружество и за отличие в службе. В Красноярске у него также осталась жена. Только год назад они сыграли свадьбу. Руководство полиции обещает помочь семье погибшего. Под Новым Хушетом взрывом ранила также подполковника внутренней службы Евгения Гува и старшину Сергея Попова. Они тоже красноярцы. Сейчас они в больнице Мхачкалы. Их жизни ничего не угрожает. Бывший командир ОМОНа Юрий Швыткин говорит, что новые жертвы напоминают нам, что на Кавказе идет война. Ясно, что идет со стороны террористических организаций, соответствующих, дестабилизировать ситуацию. Насколько я информирован, что недалеком, достаточно небольшое расстояние было от поста ДПС ГИБДД местного, Дагестанска. Почему это произошло? Почему они в пределах зрительной связи не обнаружили, не пресекли, если такой был действительно факт установки, насколько я понимаю, подрыв был? По данным информагентства Reuters, ответственность за подрыв красноярской колонны взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство», а точнее ее кавказское подразделение «Вилаят Дагестан». За прошедшие 20 лет в горячих точках на Северном Кавказе погибли 19 сотрудников полиции Красноярского края. Последняя похоронка приходила два года назад, в 2014 году, также из Дагестана. Тогда в поселке Первомайский погиб майор Николай Емельянов. Он посмертно награжден орденом мужества. На Северном Кавказе продолжают проходить службу больше ста человек из сводного отряда Красноярского края. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтовы Новости.